Газаев, Лещенко и Успенская вступили из завора в законе Шишканова Три бывших тренера сборной России по футболу и певцы Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов попросили перевести Олега Медведева, Шишканова, под домашний арест Они отметили, что он поддерживал ополченцев Донбасса Олег Медведев в зале заседания Басманного суда Фото, Евгений Одинаков, РИА Новости, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газаев, депутат Госдумы от Справедливой России, Юрий Семен, главный тренер столичного локомотива, и Борис Игнатьев, а также народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов Певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсюду с письмом с просьбой заменить вору в законе Олегу Медведеву, до смены фамилии, Шишканову, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Письмо в поддержку обвиняемого зачитала на заседание адвокат Медведева Дарья Евминина, передает корреспондент РБК Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения За обвиняемого вступилось всего порядка 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева, пояснила Евминина Они в числе прочего отметили, что Медведев, меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб Сатурн Раменская и оказывал поддержку в том числе и ополченцам Донбасса, хоть сам этого и не афишировал Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий, говорится в письме Его авторы отметили, что у Медведева на иждивении двое малолетних детей и взрослые дочин валит детства, арест Медведева наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку, говорится в другом письме в поддержку Шишканова, которое подписали В частности, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонин, глава объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСК Виктор Анопко, ветераны Спартака и ЦСК Юрий Гаврилов, Александр Мерзаин, Сергей Шавл и Дмитрий Кузнецов Никита Симонин назвал чушью и выдумку утверждения, что подписал письмо в поддержку перевода Шишканова под домашний арест Я с ним не знаком, не знаю что стало, преступление, но много положительного слышал о Шишканове То, что он поддерживал ветеранов спорта и других, делает ему честь, подчеркнул первый вице-президент РФС Певец Александр Серов подтвердил, что призывал перевести Шишканова под домашний арест, потому что в последние 10 лет его благотворительная деятельность зашкаливает Он помогал Донецку, учителям, медикам Артисты выступали на благотворительных концертах для пожилых людей по 75-80 лет Он поддерживал футбольную команду, чтобы молодые пацаны не болтались непонятно где попало, и теперь они имеют отличный стадион, теннисные корты и так далее, заявил народный артист С его стороны я видел только хорошие, и никаких блатных посылов за ним я не замечал, отметил Серов Бывший главный тренер футбольного клуба Сатурн из Раменского Борис Игнатьев заявил РБК, что знает Шишканова по совместной работе Он курировал клуб и финансировал его в большом объеме вместе с Московской областью Я всегда получал от него заряд человеческой энергии Это был руководитель, который заинтересован в развитии футбола, сказал заслуженный тренер России Он также назвал Шишканова серьезным человеком, обремененным не только своими задачами, но и всем тем, что происходит в Раменском районе Отметил он, дай бог, чтобы это, обвинение Шишканову, оказалось неправдой А мы все оказались правы, заявила РБК певица Любовь Успенская Она призналась, что для нее было большим открытием и новостью то, в чем его обвиняют Это для меня большой шок С другой стороны, мы, артисты не должны знать больше того, что мы знаем А я знаю, что он был хозяином футбольной команды, устраивал праздники для учителей, сказал Успенская Певица полагает, что если ему не могут предъявить прямых доказательств, то его не нужно держать в тюрьме Вот почему я ратую за перевод его под домашний арест до выяснения обстоятельств, подчеркнула Успенская Она охарактеризовала Шишканова как культурного человека, который относился к артистам с уважением Шишканову, которого ИСКА называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК-210.1 Занятие высшего положения в преступной иерархии Следствие считает, что с момента коронации в 1992 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПК и распоряжался преступными доходами в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции Дело Шишканова возбуждено на основании материалов, выделенных из нескольких дел об убийствах, рассказывал ранее в Басманном суде представитель СКР